Привет, Толя. Привет, Магомед. Потихонечку, ты как? Да тоже в порядке. Ребята, всех приветствую. Вы на канале Таймаз Дак. Это наш новый выпуск. Как я и обещал, сегодня я буду спарринговать и брать интервью у Анатолия Савенко по прозвищу ТТ. Приветствую. Мы собрались у меня в кафе тут, в Хаваканде. Сейчас Толя поест там туда-сюда. Мы с ним пообщаемся и после этого поедем в зал спарринговать. У нас будет, как и с Медоедом, три раунда по две минуты. Работаем. Он работает не на нокаут, а я работаю на нокаут по старой схеме. Поэтому я там в прошлом видео говорил, что я возьму с собой травмат. Я забыл, что он ТТ, он огнестрел, поэтому мне травмат не поможет оказываться. Итак, дорогие друзья, первый вопрос. Мы же не на этом, не на «Игры миллиона». Кто хочет стать голее, нет. Вопрос на засыпку. Первый вопрос, который хотел бы тебе задать. Как детство проходило, получается, с какой ты семьи, кем были родители и сейчас? В общем, с детства, с четырех лет, получается, у меня мама с отцом уже не жила. Был у меня отчим. Отец еще, когда мне было 18, уже умер. Как детство проходило? Наверное, как у обычного ребенка, который как в средней семье вырос, так не в богатой, не сильно бедной. Улица, короче, школа там. Ну, в общем, как бы все было в достатке. Да даже, если честно, где-то не хватало. Да. Ну, знаешь, если всего хватает, то... Да, если бы всего хватало, может быть, я не был тем, кем есть. Да. А еще хотел задать вопрос. Как ты вообще в школе учился? Плохо. Плохо? Да. На последних портах постоянно сидел. Я смотрю на тебя, ты такой спокойный, типа, человек. Да. Меня вывести из себя очень сложно. Сильно не гужбанил, да, в школе? Да не, хулиганили, нормально было. А, понятно. На последних портах сидел, но... Я вообще сейчас не понимаю, зачем я в школе учился. Читать, писать, научился, все, мне хватит, короче. Мне эти геометрии, понял, не пригодились. Лучше в бокс, короче, в это время ходил. Я в университете не был, я был в этом, в училище учился, но я там такого исполнял вообще хуже, чем в школе. А закончил я с этим, с красным дипломом, ну, с отличием. А кто ты по образованию? Сейчас, штукатура какой-то, да. Красный диплом, даже не знаю, на кого учился. Ну, да, короче, ну, не знаю, о чем я его дали вообще. Я не знаю. По блату, да? Ну, походу. Короче, этот, пошел туда учиться, ну, не знаю, как понял, ну, растут, там, родители говорят, там, надо в школу, там, надо в училище. Да. А я тут уезжу, думаю, зачем я туда уезжу вообще. Так, чисто, отметиться. Понял, как условно дали. Да, да, да. Пришел галочку позвонить. Короче, вот так. Ты, получается, у тебя база бокс? Ну, да, мой любимый, ну, спорт мой любимый, это бокс. Так, ребят, ты ходил на бокс, получается? Да. А когда первый раз пошел? Мне было в шестом классе, получается, я был. У меня самого желания было пойти. И у меня плюс одноклассник с первого класса занимался, он уже 18 лет, мастера спорта получил. Вот, и он мне тоже говорит, типа, ну, по тебе видно, типа, ну, что у тебя может что-то получиться, приходи к нам на тренировку. Ну, вот, пошел я. Ну, если честно, я сначала занимался, не придавал особого значения тому, что я занимаюсь. Просто от этого, ну, лишь бы ходить, вот это там, хожу-то и все, тренера особо не слушал. А потом уже лет к 16-17 начал задумываться уже, ну, зачем я туда хожу, если я, типа, ну, просто вот помахался и все, короче, надо вникать в это. Ну, и потом уже мне начало это нравиться, ну, очень сильно, короче. И у тебя какие-то регалии есть? Нет, нет, у меня ни разряда, ни ничего. Ни разряда, ничего? Нет, я вот, когда начал только ходить, там, 12 лет, через год я, там, на соревнованиях поездил, там, где-то на 5-6 соревнованиях был, ну, на детских вот этих, там, по любителям. И этот, позанимал, там бывало и первые места, занимал и вторые, короче, ну, так особо нигде не выступал Ламахач. Просто там все пацаны, которые приходят, мастера спорта, да? Да, у меня нет никаких регалий. То есть чисто так, для себя? Да, на энтузиазме, я говорю же. И получается, на Махач ты как, в 24 или в 25? В 24, получается, в 24 ты на Махач попал. В 24, получается, как первый бой пошел. А как вообще так получилось? Что я на Махач попал? Да, да. Интересная история. Сидела с другом, короче, там, перекурили. Угу. Сидим, что-то общаемся, музычку слушаем, там, залипаем. Я перекладываю, получается, перелистываю на следующую песню, и выбивают рекламу, короче, на ютубе чисто. Я вообще об этом не знал даже, что там Махач какой-то есть. Ютуб смотрю, там, движуха, короче, пацаны на голых руках дерутся, короче, я аж загорелся, короче, я отвечаю. Мне захотелось туда именно попасть. Я сначала там с ребятами, там, общался, они говорят, у нас есть знакомые, как туда попасть, типа вся движуха. Я жду, получается, там, месяц, почти месяц ждал, короче, пока мне там ответы дадут. Потом уже забил, короче, думаю, да нет, пока сам не сделаешь, короче, никто за тебя не сделает. Взял, тупо скинул им эти видеозаписи, там, чтобы они посмотрели там тренировок. Им это понравилось, они пригласили меня на кастинг. Приехал на кастинг, короче, побили мы там лапы, мешки. Все, через две недели мне там буквально пишут, для вас есть бой, и я погнал. Сколько за первый бой тебе заплатили здесь? Вообще, проси Андрюха не распространять информацию, короче. Ну, как, скажем так, Андрюха сам уже начал, он в последнее интервью, он сам уже говорит. А, нет, если сам говорит, то Андрюха, и я скажу, короче. Ну, поначалу там, как, пока мне себя просто показал там первый бой, дебют, это там по пару суток долларов, там, за выход и за бой, да, за победу. Я не шел туда за 200 долларов, зачем мне, здраво, если понимать, ну, зачем мне за 200 долларов, там, голову посмотрите, шоу. Нет, ну, деньги, короче, это вообще там второстепенно, короче, все, и так далее. Я просто выхожу в ринг, короче, я заграюсь, мне это нравится, ну, это движуха вообще, атмосфера, короче, много людей там, и сильными пацанами там соревнуюсь, короче, именно на первом месте именно соревновательный интерес. Говорят там секрет, типа гонорар, рассказывай, какой гонорар. На самом деле, ребята, наоборот, когда тут называют гонорар, вот Медоед сказал там 1000 долларов, или 1100 долларов, да, он получил, если я не ошибаюсь. Вот, в Украине это огромный гонорар, чтобы вы понимали. За крайний бой у меня получилось там что-то около 50 тысяч гривен, короче. Конечно, там бой был такой серьезный. Ну да, мне самым понравилось, я, блядя, каждый день пересмотрю. А ты готовился к этому? Смотри, тоже вспоминаю, как я готовился к крайнему бою. Что-то мне Махач уже, ну, не писал что-то долгое время, ну, какой-то месяц уже. Да. Я думал, у меня, вот, ну, вот турнир скоро уже, я знаю, через 5 дней, через 5 дней, и мне никто не пишет ничего. Я расслабился, короче, тоже пошел там, выпил что-то чуть-чуть, понял, сидел, общался. Сидишь, сижу, что даже сигарету закурил, и мне пишет, Махач, есть, типа, для вас бой, а осталось это бой 3 дня, то есть, ну, короче, я сижу, сигареты, выпил, что-то. Думаю, вот это движуха, короче, еще пишут там какой-то МСМК по кикбоксингу, что ты там жил-был, короче. Думаю, вот это движ, блядь, ну, сижу с сигаретой, а он там занимается по 2 раза на день. Короче, я вот так смотрю на своего кентак, короче, с которым сидел. Говорю, дядя, мне написали, что бой для меня есть, короче. Я говорю, а я, ну, слабо готовился, как на туре. Да. Короче, беру, тушу эту сигарету, встаю, а уже 12 ночи было, иду к себе домой, у меня рядом стадион, я чисто пробежался 5 кругов и поразбрасывался 3 или 4 раунда просто в воздухе. Это вся моя была подготовка, когда я сейчас вспомнил, то я к другому бою готовился нормально. Ну, тут вот это, ну, ночью я пробежался, там, ну, 40 минут, чисто позагибался, ну, считаю, какая-то подготовка, ну, чисто там, ни о чем. Да, удивительно, чисто, я так, знаешь, типа, я недолго занимаюсь, но я вот, условно, спарринг с тобой, я всю неделю пахал, братан. Да, всю неделю я просал, че-то. Ну, типа, спарринг, как бы, я новичок, ну, чтобы я не смотрелся, как, знаешь, как мешок для битья вышел, ну, я надеюсь, я с медоедом так, типа, не смотрелся. Ну, реально, все нормально, мне понравилось. Всю неделю пахал, вот, реально. А тут мне боец расскажет, я там 3 дня сидел, вышел, там, подрался, чуть не убил там соперника, он расскажет. Я думаю, как они это делают просто. А ты, получается, один бой проиграл, да, на этом, на Махаче? Два боя. Короче, в чем прикол, вот, я только туда попал, вот, первый бой провел, ну, то есть, сначала все незнакомо было, короче, ну, то есть, обстановка эта. Короче, досрочно выиграл, типа, думаю, о, нормально, короче, типа, там, мастеровитый был тоже, что-то там, разрядник какой-то на международное соревнование. Ну, кулаки, это не бокс, там, на кулаках, можно все, что хочешь. И, короче, ну, типа, нормально сделал, короче, свое дело. Потом второй бой, вообще, там, в первом раунде, вот, это, вообще, типа, с опознанием потух, короче, выключился. И выхожу на третий, а все эти бои были не в моей весовой категории. У меня, то есть, мои выступительные до 6-5, а я полез до 70, короче, они, там, сушатся с 76, там, до 70. Ну, да, да. Вот, и третий потом бой со «Спартаком» у меня был. Я садюсь, вот они, ну, все пошло, думаю, короче, легко падают, короче, все хорошо. Забыл же, короче, заиграл себя в защите, короче, начал накидывать уже в открытую рубицу и тупо навстречку поймал, короче, плюху и потемнело, короче, в глазах. Вот, но это моя была ошибка, всегда надо думать о защите. А как вы восстанавливался после этого? Я через, я после нокаута через 20 минут в шалму сидел, халу, короче, и думал, как я так повтыкал, короче, отвечаю. Ну, такая движуха, что-то, ну, не знаю, я себя так воспитал или что, то есть боли, короче, вообще слабые ощущения, то есть мне все равно там выключили, меня чешло, в сознание пришло, сижу в шаховую шаурму, думаю, вот это я провтыкал, короче, так 2-0 пошло, короче, я так в мою пользу, и туда вступился, да. Потом я пошел к тренеру одному, готовиться к следующему бою, да, почему я проживал в следующий еще бой. Поставили пацана, ну, он, то есть если бы я с ним рубился, я бы его перебил в любом случае, короче, это я сам понимаю. Но меня настроил тренер, говорит, не надо рубиться, типа поработай там аккуратно, а он левша, короче, мастер спорта там, короче, или кто он. Работала так, типа на технику, ну, это не мое, короче, мне надо в рубку, ближний бой, короче, вот это моя движуха. Просто нельзя там, ну, заигрываться, короче, надо о защите думать, и все, этого достаточно. И скучный бой просто получился, что застаивались там, и он там особо не нападал, и я же, ну, тренер мне подсказал, подсказал аккуратничать, я аккуратничал, ну, и такой бой получился непонятный. Смотри, у нас Влад Медоед рассказывал, что имел как бы с наркотиками определенный опыт. Скажи, у тебя было такое в жизни или нет? Смотри, чтобы я упаивался, ну, как, то есть упайка какая-то, ну, что ты ищешь там, с утра просыпаешься, брешь, когда, ну, либо что там наркотик, алкоголь, там, сигареты, у меня такого нету, я все умею контролировать. То есть, может, я там иногда что-то и пробовал, но я в это никогда не нырял, не нырял, да. Я потом, наоборот, на следующий день думаю, ну, дебил, зачем ты это сделал, короче, ну, кайфанулся, заработал. Петровки одел, пошел, пробирался, через два дня уже кого-то вырубил. Вырубил, вырубил себя все это, короче, ну, это очень редко могло быть и то там нетяжелые, нетяжелые прям наркотики там, ну. Я не считаю коноплю наркотиком, я 9 лет и уже курю. Ну, короче, говорят, из-за легалайта, да? Да, есть наркотик, который, вмешательство человека в это, то есть, даже тот самый кокаин, это общее растение, его можно так пожевать, короче, листок этот, ну, и все, это кайфанул. Но люди начинают, не надо что-то больше, они там вываривают, что-то там, перетирают в порошок, то есть. Это уже неприродное дело. Да, я этому не доверяю, вот, я вот, земли выросла, ну, это создатель, который нас создал, все, что нас окружает, он не просто так это сделал. Ну, а когда уже ты вмешиваешься, там, начинаешь что-то делать, это уже, я это не приветствую. Химичить. Да. У меня, у меня по мужской линии, вот, я не знаю, почему так пошло, то есть, у меня самый большой дед дожил до 49 лет, до полтинника никто не дожил, и все в основном из-за алкоголя. Вот, почему-то любят алкоголь, ну, жестко, короче. А ты алкоголь не часто, да? Да, вообще редко, я могу говорить. Помимо спорта ты занимался, там, хобби у тебя какое-то есть? Помимо бокса, там, боевых искусств? Наверное, нет, мое хобби это спорт и, ну, природа, правда. А работаешь, работаешь где? Я в жизни два раза пробовал работать, и то, ну, не по своей инициативе, а, как сказать, из-за материнских слез, то есть, ну, то есть, я жил своим образом жизни, прихожу домой, мама там плачет, говорит, то ты там ходишь там, бьешься там, что-то делаешь там, как-то мутишься, что-то это. У меня, говорит, у подруг там уже семьи там растут уже, понял, там, говорит, на работу ходят. Да я говорю, мама, ну, это, работать это не мое, ну, я не могу, мне начальники не надо, короче, я сам себе начальник, короче, ну, я не буду такое принимать. И, говорю, ради нее один раз в неделю поработал, что-то пошел, попробовал, и через короткое время все. На заводе неделю, это мне лет еще сколько, только после училища, лет 18, и практику проходил, короче, на этом, ну, вот, это училище практика там, и сюда с пацанами поехал, там, на неделю тоже, что-то там они строили, короче. Ну, я понял, ну, я здраво понял, что работа, это не мое, ну, у меня духовой образ жизни, короче, я вот это чисто попробовал, короче, ради мамы. Ну, блин, дай бог, чтобы спорт стал работой, вот это, я чисто этот канал веду ради этого, чтобы многих пацанов спорт стал работой. Спорт это хорошо. Да, а так, получается, у тебя темки-мутки, да? Да, ну, да, нет, можно, на самом деле, как, миллионерами станешь просто, если ты не работаешь, ну, ну, если ты общаешься с людьми, то есть, по-любому, где-то какие-то варианты, там, кто-то кому-то задолжал, короче, не дает, пришел, короче, рассказал ему, он все вернул, короче, там, где-то, что-то, как-то, ну, мутится, крутится, короче, эту стенку, так, главное, ну, чтобы было все, там, ну, порядочно, то есть, да, без всяких, да, без всяких, да, без всяких, да, без предела, там, барыжных движений всяких, я это не приветствую, и вообще, ну. О, привет, Аллык, привет, а? А ты сидел, получается, да? Ну, да. А за что, сколько? 289-й, 3-й, это угон с угрозой жизни потерпевшему, потом переквалифицировали на вторую, то есть, уже без угрозы жизни, чисто угон, и покатался я 2 года, 2 месяца, 2 недели, и под залог вышел, потом на условку все это сошло. Понял, а там, ну, вообще, до скольки идет? Кстати, вот, когда была третья часть, от 7 до 12, заезжал еще такой прикол, ну, как первоход только заехал, короче, привозят меня на КПЗ, там, не в моем городе, а в другом, то есть, заводят одного в камеру, дают мне бумаги, там, что у меня от 7 до 12 светит, короче, в этой камере буду, думаю, сидеть сам, короче, понял, никого нету. Сам сижу, от 7 до 12, я думал, что от 7 до 12, я буду сидеть в камере, сам, понял, навернул себе, да. Не, потом все уже видел, пацаны, короче, там, все нормально, короче. Так это у тебя сейчас еще последствия идут? Вот 4-го числа условка закрылась, сейчас там на суд отправили бумаги, что я нормально отходил, проотмечался. И все, и у тебя уже эта история полностью должна быть. Ну, по идее, да. Столько в мире провокаторов, короче, что они сами мне истории нарисовывают, то есть, я вообще спокойно сам по себе, ну, я никого, то есть, ну, если люди, понял, там, видят, что человек слабее, там, и начинают, там, что ты, там, голова, там, что-то, ну, обижать его, там, понял, пользоваться тем, что он, там, перед кем-то показать, или перед телками, или еще что-то, я не из таких людей. Вообще, ко мне пока, ну, кто-то первый, не уже, не вскипятит, не кровь, короче, я никого не трогаю, потому что, ну, зачем мне это надо? Ну, да. Ну, смысл никакого. Не, ну, я по тебе смотрю, ну, я не могу представить, что ты подошел кого-то на чем, так, с нихера просто, ну, да, ну, хотя... С нихера хер создает какая-то, ну, да, ну, хотя... Какие там условия вообще в тюрьме, там, вот, если, там, заехал в тюрьму, там, можно тренироваться нормально? По их законам, там, администрация, там, не разрешает, короче, ну, там, уже, как сам, доедешь, короче, как развалишь, заходишь в падеж, если большое желание есть. Не, ну, знаешь, как-то, ну, люди там смотрят, ты, может, собрел неоспоримый, там, и у них там целый бунт. Спорткомплекс в тюрьме, понял, они там ходят, боксируют, у них там свои чемпионаты, свои движуха, ставки, там, паримач ставки принимает, там, Юрия Бойко, он там выходит с вертухи, вырубает. Я, кстати, не понимаю, почему вот фильм неоспоримый, короче, ну, Типун, для фильма нарисовали звезды, там, вся движуха. Просто, почему эти, кто снимал фильм, не поинтересовались, что и как. То есть, показывают сначала, Бойко этот, полы моет, короче, ну, а тюрьме полы моет, это уборы, понял, ну, петухи, короче, не петухи. Потому что, вот, выходит, короче, начинает драться, то есть, петух всех-то бил, короче, ну, я вообще сижу вареный, короче, вроде фильм классный, там, ну, дерутся, там, короче, там, тюрьма, вся эта, ну, зачем вначале вставлять, где он там полы дрался, короче, я не понимаю. Честно скажу, я никогда об этом не задумывался. Я обрежиссер выезжал, да, я отъезжал на такую движуху, ну, что это такое. Я вот в этом не задумывался вообще. А вы сами думали, что это реальность, правильно? Да, со звездами, ну, такими. Ну, тебе, ну, бурчик полы моет, я бы, ну, что это такое? Ты планировал выступать, когда вышел? Да, я мечтал именно вырваться с этой, ну, то есть, первый год я заехал на тюрьму, понял, мне было интересно, короче, мне это все нравилось, короче, там, общение, пацаны, короче, движуха, там, ну, так было прикольно, отвечаю. Потом, через годик, она уже, понял, ну, одно и то же уже, свободы нету, короче, там, ну, подруг нету, там, родных не видишь, ну, уже начинает кумарить, короче, хочется уже на свободу. Да, потом еще залетели, короче, эти красные пузыки, блядь, и начали там свой движ наворачивать, то вообще там неинтересно стало. Козлы, да, по крайней мере? Ну, не, маски шел. А, маски шел. Беспределили, конечно, сильно, блядь. Братан, если можно, расскажи какую-то дикую историю из своей жизни, потому что у бойцов, у всех по-любому есть какая-то в запасе там история. Вот медоед там нарассказывал просто так, знаешь, мы сидели, кайфовали просто. Расскажи тоже какую-то дикую историю. Ну, смотри, давай что-то интересное расскажу касательно тюрьмы. Заехали на тюрьмашку маски, вот, а меня как раз этапом, короче, с КПЗ везут туда, на тюрьму. Вот, заходишь на шмон, и те начинают навязывать, типа, там, снимать руси, там, приседать, короче, ну, как они там, по ихним, блядь, законам. Вот, иду в отказ, говорю, короче, ну, там, сам приседай, короче, себе, блядь, стрит, короче, человек, блядь, 30, короче, эти голубок, понимал, здоровых, короче, маски эти шоу. Что, десятки не хватило бы? Так они там вообще, ну, их что муравьев набежало, эти, там, вообще, тупо, ну, нету метра квадратного, а где маски не мало. Короче, навязываю мне свои движения, там, приседай, что-то жил-был, короче. Я в отказ иду, короче, начинаю скотчем вязать, там, короче, забивать, короче, движухой, короче. Не понимаю, зачем это делается, ну, человек не хочет, там, чего-то делать, допустим, ну, зачем они это заставляют, типа, ну, это беспредел, беспредел, говорим. Сильно побили? Да, вот, заходили по пару раз на день, и так же самое делали, короче, на карцер, короче. Да, беспределили жестко. Вот, что мне нравится, вот, когда в тюрьме не мусора, там, что-то диктуют, короче, а когда именно люди сами себе, как бы, сами себе власть люди, там, пацаны. Потому что, вот, сугубо по воровской идее, все идет конкретно по поступкам, там, плохо поступил, по-гацки, по-бляцки, если бы там спросили, это есть правильно. А вот заезжают легавые, там, вот эти даже маски, короче, и они начинают тупо свое навязывать, вот, им, там, начальник сказал, там, того ломать, того что-то еще, и они это все делают, даже не разбираясь, там, человек, как он прожил жизнь, какие у него поступки, то есть они как на фас, как собаки, блядь, идут. Человека в тебе не видят просто. Да, может, человек там порядочно прожил, там, что-то там, ему надо было семью кормить, там, он украл, там, блядь, ему, ну, украл, у того, у того, кого можно украсть, но он не у бабушки, там, пенсию какую-то, по-гацки забрал, а у какого-то, там, коммерсанта, который на людях нажился, короче, как-то, там, блядь, разбогател, ну, украл у него, то и украл, за что его забивать, там, короче, он, ну, свою семью пока дмитрифитил. Да, еще скажу по поводу тюрьмы, вот, заехал, встретил там столько людей, вот, им там и по семь лет там светит, и по десять, но, так сложилась у них судьба, короче, а вообще-то такие люди, у них столько людского, много я там таких людей встретил, то есть, вообще, именно красавцы, тут на свободе и редко такого встретишь, ну, как на тюрьме там, пацаны. Поэтому стереотипы, что кто-то находился в тюрьме, ну, много людей думают, что это, там, плохо, там, с ним, там, не общаться нельзя, там, или надо его остерегаться, поверьте, там, ну, много добрых, тоже, хороших пацанов, кавельных, просто, если они что-то сделали, то они сделали это по правде и по правоте. Влад Медоедов, когда был, он там, о тебе, конечно, отзывался вообще, говорит, вот, хочу, он мне каждый день, вот, отвечая ночью, кстати, Влад, салвалейку, брат, каждую ночь он мне пишет, хочу с ТТ подраться, хочу с ТТ подраться, понял, он такой, ну, все на позитиве, он так, знаешь, типа, хочу просто, вот, у него такое дикое желание с тобой подраться, отвечая, я тебе говорю, просто. Да, я не помню тебя, если честно, ну, я тоже люблю эту жопу. А ты смотрел его бой, вообще? Да, с этим, со львом. Да, со львом. Да, хороший бой тоже, короче, активно работали пацаны, ну, то есть, не скучный бой, короче, и попадали, и хорошо, короче. Да. Да, ну, я сам люблю, короче, ну, я не хочу себе там какого-то мешка, понял, там, в ринге, чтобы, блядь, ну, лечами его бить, короче. Надо тоже сильный пацан, чтобы, ну, покрасать хороший бой, подраться, я тоже не против выступить, просто, что на организации, я понял, ну, если мы пойдем сейчас, там, зайдем за угол, там, просто побьемся на камеру, ну, короче, это нас, как спортсменов, там, ну, не возвысить, короче. Не скредитируют. Да, ну, Влад мне тоже, наверное, постоянно, я тебе говорю, задай ему вопрос, а что, типа, как... Ну, я же там пару дней, ну, это как, так мы не общались, а вживую, типа, так... Он сообщение, сообщение написал тебе, браво, не убивать таймазами. Я так слышу, я же не пишу, я не собрался никому убивать, блядь. Наше интервью уже будет подходить к концу, мы уже, наверное, будем перемещаться в зал. Очень много всего интересного рассказал Толик, очень спасибо ему большое. Все, сейчас, наверное, поедем в зал, короче, начнем боксировать, туда-сюда. Так что, ребята, всем спорт, всем спорт. Ребята, все интервью мы снимаем в моем кафе, в основном, ну, сейчас мы там снимаем. Вот просто, чтобы не я вам рассказывал, как там вкусно, как там все очень классно. Вот, привел человека, скажи, брат, вкусно? Ребята, кушал долму, салатик, вообще бомба именно, кафе уютное, хорошее, советую. Перед спаррингом, как бы, не стали там его пловом загружать, да, поэтому... Почему? Ну, вот, человек говорит, нравится. А ну, иди сюда. Это тоже случайный человек, уже третий раз случайно попадается в вывод. Получается, ем каждый день, видите, какой я уже жирный стол. Не-не, это не из-за этого. Брат, ты тоже тут ешь. Если вы там не пробовали самсу, вы не видели самсу. Вот, видишь. Поэтому, ребята, приходите, ну, обязалов. Мы уже в зале, ребята, сейчас начнем, у нас будет церемония взвешивания. У нас тут, как уже профессионально, потихоньку набираем мы церемония взвешивания. И после этого чуть-чуть по груши поработаем, и будет у нас дальше спарринг. А-а-а! не, не, не как давно піців я на біток, бо цього прагнуло нутро я багато де шукав своє та все було не то життя це сука не лото ми вижимаємо себе сок я не дивився ні на кого коли створивав кіно ми знаємо всі свої права та робимо перекат не будь для себе катом просто схавай кіткот відчуй цей смак життя і на повний баг і одразу помітишь навколо сфери поликать бо тобі баг мій – це ботопад мрій тобі недоподобий твій фільм так хочеш і дій Кожен день, це ніби серия моего кино Скільки буде там сезонів, не дізнається Ніхто сьогодні все, я продаю Ставим досвід на биток, поки париться там чаем Мы оминаємо микрон, та кидаємо домино Та все чекаємо на те, як з'єбеться скрин і зло Сбери добро, ти будь твердішим за бетон Ціни те, що маєш, ти підбере під кожного тетон Ми ніби граєм в лото, азар дає мені ток Це будь ліки перший сезон, спостерігай, далі буде кино Це моє кино, це моє кино Я його не планую, нутровом відчуваю Це бано, це моє кино, так, це моє кино Нехай я не Тарантіно, та сам собі краще зніму його Це моє кино, це моє кино Я його не планую, нутровом відчуваю Це бано, це моє кино, так, це моє кино Нехай я не Тарантіно, та сам собі краще зніму його Два руками, ногами, невидимими нитями А нити не мене задушують, а все ми виділи Вижили, вивізли, Оскара не видали Не бери мене на пон, будь то телезвитіли Это не мое кино, не мое кино Режиссеры все за кадром, актеры в говно Убрались давно, жители пятен и девятен Ищут никотин, чтобы отравлял их не мигу Строгий ошеник боевому псу Строгий ошеник Строгий ошеник Строгий ошеник Субтитры сделал DimaTorzok Если честно, я сильнее Это мой брат Субтитры сделал DimaTorzok 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 У Маги техника стала офигеннейшая Он начал комбинации красивые делать Ну, в принципе, вы сами все можете видеть Дыхалка почему-то хромает Но форма у него намного лучше, чем раньше Не знаю, как была раньше форма, сейчас нормальная Субтитры сделал DimaTorzok 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 Круто подвигались, вспотел Короче, все окей, пацаны Всем спорт Субтитры сделал DimaTorzok Вроде бы у меня хоть чуть-чуть туда что-то вышло Спасибо большое, что ты согласен Он красавец, я вам говорю Всем спорт Надеюсь, вам понравилось Я тут свое здоровье трачу А вам даже лень подписаться на меня Лень лайк поставить Какие пацаны приезжают со мной боксировать Давайте, не ленитесь Жду лайк, подписку и колокольчик Колокольчики тоже иногда, пацаны И подписку, а не выезды Брат, ну скажи пару слов Как там я вообще Стоит ли мне этим заниматься Конечно стоит Учитывая то, что ты полгода именно этим занимаешься У тебя хорошие перспективы Короче, хорошо двигается правильно То есть скорость есть, все есть Побоксировали хорошо, короче Ну, не было цели там кого-то вырубать Что-то еще Ну, чисто спарринг, тренировка У меня была, все классно Спасибо большое, брат Короче, пацаны Вот мы с братом побоксировали Все боксируете Я помню, один твой бой смотрел Ты сказал, не бейте лохов на улице Приезжайте на Махач и бейте нормальных пацанов Или сами падайте Ну, то есть, с современовательным интересом Если он густом на улице что-то там лишнее сказал То еще можно дать, чтобы он раздупрился А так, бля, спорт тут должен быть на ремне Поэтому, ребята, вы были на канале Таймаздак Всем спорт Ждите следующих выпусков Будет очень интересно Я вам обещаю Подписка, колокольчик и лайки с вас Все, спорт Че, по-пиму няня? А где, бля?